Глубоко уважаемые члены президиума, уважаемые коллеги, разрешите представить вам краткое сообщение, касающееся выявляемости некоторых вирусов у больных раком мочевого пузыря. В настоящее время нет универсального прогностического критерия для оценки факторов риска прогрессирования и рецидивирования опухоли мочевого пузыря. При этом вопрос об этиологической роли вирусов в генезе развития опухолей пузыря, частоту их рецидивирования и развития метастатических и инвазивных форм является нерешенным. В нашем сообщении речь пойдет преимущественно о герпес-вирусах, куда относятся вирусы простого герпеса первого-второго типа, цитомигаловирус, вирусы Пштейн-Бара и вирус папилломы человека, и также пойдет речь о вирусе папилломы человека высокого онкогенного риска. Герпес-вирусной инфекцией характеризуется поражением кожи, слизистых оболочек, нервной системы и мочеполовой системы. Это самое распространенное и малоконтролируемое заболевание. Основной особенностью герпес-вирусных инфекций является пожизненная персистенция в организме с периодической реактивацией и развитием вторичной иммунологической недостаточности. По заболеваемости в настоящее время нет точных данных о количестве людей, инфицированных герпес-вирусами, так как эпидемиологический контроль осуществляется только в отношении официально регистрируемых инфекций. Это ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз и генитальный герпес. Тем не менее, около 90% всего населения планеты инфицировано одним или несколькими вирусами. При этом 25% из них страдают рецидивирующими формами, и у 30% инфекции обнаруживается в субклинической или латентной форме. Пик заболеваемости герпес-вирусами приходится на детский возраст, но в настоящее время отмечен рост заболеваемости, в частности инфекционного мононуклеоза, у взрослого населения. Инфицированность вирусом Эпштейн-Бар также высока и достигает 90%, но только 50% пациентов переносит инфекционный мононуклеоз. Остальные 50% протекают в стертой или латентной форме. Что касается генитального герпеса, то также 2 трети пациентов имеют тенденцию к латентному и рецидивирующему течению. Особую значимость в распространении генитального герпеса приобретают субклинические формы генитального герпеса у мужчин, которые обнаруживают примерно в 30% случаев. Этот слайд взят из монографии Хэральда Цухаусена «Infections causing human cancer», опубликованной в 2006 году. Собственно, это основная монография, посвященная вирусоассоциированным опухолям. И мы видим, что примерно 19% всех онкологических заболеваний является вирусоассоциированными, что составляет, это данные 2002 года, около 2 миллионов пациентов. К этим нозологическим формам относятся рак шейки матки, рак печени, рак желудка, назофарингеальная карцинома и лимфомы. При этом, по его данным, нозологическая составляющая у мужчин и у женщин разная. Если у женщин преимущественно имеет место поражение вирусом папиллома человека, то у мужчин хеликобактил пиролери, гепатит С и вирусы Пштейн-Бар. Какие же факторы ангигенности, казалось бы, у вируса простого герпеса? Тем не менее, простой герпес имеет свойство вызывать хромосомные аберрации даже в условиях абортивной инфекции. Кроме того, вирус герпеса второго типа может выступать в качестве кофактора. Но есть другая точка зрения, которая указывает на то, что происходит вторичное инфицирование опухолевых клеток вирусом простого герпеса, так как этот процесс происходит легче, чем контоминация вирусом нормального уротелия. Цитомигаловирусная инфекция – это также вирус, который пожизненно персистирует в организме человека, и возможная теологическая связь с цитомигаловирусной инфекцией рака мочевого пузыря исследуется многие десятилетия. Тем не менее, мы знаем, что онкомодулирующий эффект цитомигаловируса, например, для глиобластом, он абсолютно доказан. Что такое онкомодулирующий эффект? Цитомигаловирус не является онкогенным вирусом, но он способен модулировать свойства опухоли в сторону появления инвазивных свойств и способностей его к метастазированию. При этом сам цитомигаловирус в опухоли, как правило, не определяется. Длительная персистенция цитомигаловирусом является необходимым фактором для развития онкомодулирующего эффекта. Эпштейн-бар вирусная инфекция. Вирус Эпштейн-бар – это онкогенный вирус, и свойства его онкогенности связаны с развитием таких заболеваний, как лимфомы, назофарингеальная карцинома, рак желудка. В настоящее время исследуется его вирус-ассоциация с раком пищевода и раком молочной железы. Что касается рака мочевого пузыря, то данные, опять же, противоречивы. В настоящее время нет рандомизированных исследований с включением достаточного количества пациентов, которые либо подтверждали, либо опровергали эту связь. Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска. Мы знаем, что связь его доказана с заболеванием шейки матки, заболеванием дыхательных путей. И в 2009 году Юлия Юрьевна Андреева опубликовала свою диссертацию и свои данные о том, что у HPV-позитивных пациентов чаще встречаются рецидивные формы рака мочевого пузыря, что, в общем-то, и подтверждено другими авторами. Нами было проведено обследование лечения 100 пациентов, страдающих раком мочевого пузыря. Средний возраст составил 65 лет. Мы брали ПЦР ткани опухоли, мы выполняли ПЦР ткани опухоли и мочи на наличие вирусов, герпеса первого-второго типа, папилломы человека, цитомигаловирусной инфекции и вирусы Эпштейн-Бара. А также выполняли иммуноферментные анализы. Что мы получили? У 34% больных мы выявили наличие вирусов опухолевой ткани. В 60% случаев имело место поражение опухоли вирусом Эпштейн-Бар. Следует сразу же отметить, что в отличие от всех других вирус-герпесов, у которых метод ПЦР, чувствительность ПЦР диагностики является очень высокой, для вируса Эпштейн-Бара, мы видим, что таковая составляет около 70-75% случаев, что обусловлено иммуноопосредованным лизисом инфицированных Б-лимфоцитов. Дальше мы имеем поражение опухоли цитомигаловирусной инфекцией, сочетанием нескольких вирусов. И в небольшом проценте случаев мы получили наличие вируса папилломы человека высокого онкогенного риска. Несмотря на то, что основную часть составили пациенты в стадии Т1, в 50% случаев имел место уротелиальный рак высокой степени злокачественности, то есть низкодифференцированная форма рака. У третьих больных имело место множественное поражение мочевого пузыря, у восьми больных опухоли рецидивные, и у пяти пациентов имело место лимфогенное метастазирование. При анализе маркеров вирусов при рецидивном характере опухоли имело место статистически достоверное повышение уровня цитомигаловирусного антигена, а также имело место повышение нуклеарного антигена к вирусу Эпштейн-Бар. О чем свидетельствует повышение нуклеарного антигена? О том, что инфицирование этого пациента произошло давно, и вирус уже внедрился в геном клетки и имеет место более глубокие и тяжелые поражения иммунной системы. При опухоли высокой степени злокачественности, то есть при низкодифференцированных опухолях, имело место повышение уровня раннего антигена, и при местно распространенном процессе повышение также уровня цитомигаловирусного антигена. Антител, извините, пожалуйста. При оценке коррелативных связей мы выявили, что уровень антител к цитомигаловирусу ассоциировался, коррелировал с уровнем ранних антигенов к вирусу Эпштейн-Бар, наличие позитивных лимфоузлов, рецидивным характером опухоли, наличие ДНК цитомигаловирусом в опухолевой ткани, а также наличием ДНК Эпштейн-Бар вирусной инфекции в ткани опухоли. Наличие ДНК цитомигаловирусов в опухоли коррелировало с уровнем вирусных антител к простому герпесу 1-2 типа и также уровнем нуклеарных антител. Таким образом, наличие вирусных ДНК в ткани опухоли выявлено у 34% больных рака мочевого пузыря. Из них у 50% опухоли являлись низкодифференцированными. Выявлено статистически достоверное повышение уровня вирусных антител у больных с рецидивным вместо распространенным раком мочевого пузыря высокого потенциала злокачественности. Выявлены коррелативные связи между наличием вирусных ДНК цитомигаловируса и Эпштейн-Бар вирусной инфекции, а также уровнем их антител. Сводительство это возможным онкомодулирующим эффекте для клеток опухоли, как инфицированных вирусом Эпштейн-Бар, так и неинфицированных, с развитием рецидивных и местораспространенных форм рака мочевого пузыря. Спасибо за внимание.